Добрый вечер. Я Татьяна. Это программа День Люди События. Сегодня мы говорим о событии 27 мая. Государственный исторический музей – крупнейший национальный музей России. Основан в 1872 году по инициативе общественности. Организационный комитет по устройству музея получил в феврале 1872 года высочайшее разрешение на учреждение в Москве музея имени его императорского высочества государя-наследника цесаревича Александра Александровича. Через год были утверждены общие основания музея, в которых основной целью музея определялась минус служить наглядной историей, для чего будут собираться все памятники знаменательных событий истории русского государства. В мае 1881 года музей получил новое титульное название – Императорский российский исторический музей, и был передан в ведение Министерства народного просвещения, в связи с чем приобрел статус правительственного учреждения. Первая экспозиция музея открылась 27 мая 1883 года. Музей стал именоваться Императорским российским историческим музеем имени императора Александра III. С 1921 года титульное название музея – Государственный исторический музей. По новому уставу основой всех направлений деятельности музея стала научно-исследовательская работа. Историю и культуру Отечества с древнейших времен представляют 4,5 миллиона предметов и 12 миллионов листов документов. В собрании музея представлены археологические находки, рукописи, древние иконы, оружие, научные приборы, ювелирные украшения, произведения искусства и многое другое. Коллекция изобразительного искусства насчитывает около 500 тысяч экспонатов, включает в себя портреты, пейзажи, акварели, рисунки, литографию. Указом президента РФ от 18 декабря 1991 года Государственный исторический музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.